сейчас лучше стало слышно я понимаю у меня сомнений да давай давай повторим вот по альнур альнур ты говоришь был представлен дорогой да чтобы он ее его контролировал это тот период когда произошел конфликт когда она улетела назад а он а он остался с ним получается давай хорошо это он назарбаеву говорю выборы какого года ну да 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 а нынешнюю которая сейчас есть я честно сказать кто убивал вот этих банкиров не знаю но я вам расскажу дальше историю когда в 2007 году я вернулся я приехал меня значит меня завербовал мусаев альнур он меня завербовал на чем о том что вот давай иди туда будь ближе к президенту придет время ты там где-нибудь рядом сядешь и отца домой вернешь да да я слушаю тебя ну а мне знаешь Рахат жаловался он мне в 2010 году здесь люди ходят вот хотят меня в общем скрутить они здесь на территории полиции они давали полицию а вот я вас перебил извиняюсь ну у меня Рахат жаловался я с ним в 2010 году общался в Лондоне ну мы с ним каждый день общались он говорил айсултан фамилию поменял вот Назарбаев ему там пять процентов казахмыса и чё-чё-то собирается отдавать вот он его забрал к себе и он со мной не общается у меня жаловался на тебя вот нет то что я изменил саму себе в полном размере то что я был наверное самый ну самый настоящий творимый это тысячу процентов ну ты не понимал наверное тогда еще все эти нюансы до конца у меня одна задача была просто отцу помочь отец меня воспитал в своем роде чтобы я был жесткий слой агрессивный но на самом деле в жизни качества другие и ну чё я поехал туда а я вообще встретить не мог как нашу культуру ну вот именно казахпайскую культуру где хоксос бухсос для каждого дня и всё и там филайт только когда корхак ну да и всё как корханда филайт правильно да да и начало работать постоянно у нас были определенные определенная сеть была и поверьте мне получается у Мусаева людей в Казахстане очень много только потому что он двигается под матерью они везде я вам скажу Анюр меня подвязал настолько сильно что я действительно ну именно когда вот я был там я прям выполнял это всё беспрекословно они это сделали он так так влиял на тебя сильно это выше пилотаж я вам расскажу всё что они со мной сделали они вытаскивали без меня по 100 тысяч а там распилили в общем 35 миллионов а там тебе сколько денег закачивали в Казкоммерсбанке 35 миллионов там не было 30 или 300 35 а 35 миллионов долларов да да и ещё плюс смотрите я в общем 35 миллионов долларов они в общем спидели на этих каких вот ну вот Альнур там это же банда Альнур со всеми ребятами которые тебя окружали да? украли все да все ребята которые меня окружали а ты им давал доступ к щитам или как или просто ты снимал то что они просили да и всё да нет они просто я пока на наркоте сидел они брали удостоверение и своим удостоверением заходил агентит ну это всё можно поднять и поднять конкретно лишь бы у кого то дело было и они кэшем снимали деньги? да кэшем вытаскивали деньги потом переводилось оттуда Альнур и всякую херню это всё было одобрение моей матери а зачем она почему это одобряла и для чего это? а дедушке она говорила вот я ему там столько много денег перегнала там вот которые перегнала ему а они его куда то исправились вот такие вещи понимаете? и всё то есть тебя подставляло получается да? да подставляло натуральному вот